приветствую всех на своем канале прошу прощения за голос потому что нас тут схватила летняя хворь меня по-особому ударила по самому больному месту по голосу но что-то мне захотелось снять небольшое резюме небольшое видео о своей работе о том почему я сижу в этом месте с чем я занимаюсь последнее время особо интенсивно я люблю тем чем занимаюсь и об этом очень приятно говорить кабинет мой кабинет эстетики здесь я занимаюсь эстетической медициной это значит что я делаю все процедуры которые требуют инъекции так или иначе инвазивные процедуры многие путают с косметологом я не знаю в россии это может быть называется как косметология но не уверена потому что есть такой сумбур косметологи это те делают те люди которые делают масочки крема разные процедуры которые они являются инвазивными не проходят барьер кожный я же занимаюсь то что непосредственно входит внутрь тела внутрь кожи это не значит что процедуры ограничиваются только лицом есть везде где кожа соприкасается с внешним видом то есть внешним внешней средой все что визуально видно на человеке можно улучшить путем инъекции особых препаратов этим я занимаюсь очень мне нравится это дело потому что чем сам самый главный кайф в этой работе в том что ты видишь результат непосредственно иногда сиюминутно особенно есть такие процедуры мои самые любимые процедуры это конечно скульптурирование рта скульптурирование носа это то что моментально дает результаты человек например смотрит в зеркало и видит уже совершенно не совершенно новое лицо увидите хорошие изменения с которыми он уходит домой и счастлив до дальнейшее количество времени это приносит огромное удовольствие и огромное удовлетворение потому что редко в какой специальности в медицине очень мало таких специальностей в медицине в которых можно сиюминутно увидеть результат своей работы поэтому это очень здорово самые мои любимые процедуры пожалуй конечно же это пластика носа не и хирургическая пластика носа скульптурирование рта и разные омоложающие процедуры потому что с определенного возраста и из-за того что мы проживаем в такой среде довольно солнечной стране то изменения кожи происходит довольно быстро и уже у 30 летних у 25 летних появляются ранние морщины и мелкие заломы и все то что не свойственно этому возрасту более северных районах где так мало солнца так мало вот этого ультрафиолетового излучения здесь же все ускоряется процессы старения ускоряются появляются ранние пигментации ранние проявления признаков старения поэтому многим это просто неприятно многие не готовы видеть себя с морщинами в 35 лет поэтому хорошо что есть такой этап как можно предотвратить разное проявление старения и улучшить состояние и многие думают что эстетическая медицина это только делает разные нечеловеческие формы лица вот такие вот губы вот такие вот щеки и делать что-то вот такое что обычно знаменитости делают какие-то разные странные видоизменения что человек совершенно не похож на себя сейчас же эта отрасль уходит в более деликатное русло те кто понимают как это как этим владеть этим этим ремеслом потому что моя задача не делать человека не видоизменять человека большую та часть а именно сохранить молодость сохранить тубу и красоту которая утеряна и улучшить некоторое проявление старения потому что человек хочет выглядеть и чувствовать себя молодо поэтому именно на это направлена основная основная деятельность это не не сделать не надо не надуть не влить как можно больше чтобы не совершенно не быть похожим на себя а поддержать поддержать красоту восстановить объем в местах которых он утерян и вот этим я и занимаюсь я в данном случае вот моя клиника находится в моем городе то есть где я живу в кфаркаре география клиентов довольно разнообразно надо сказать что ко мне приезжали с крайнего севера с крайнего юга и разные язычные люди то есть я не говорю несмотря на то что я в арабском городе большую часть моя публика конечно рабоязычные люди потому что здесь их много но у меня также есть и ивридоговорящие то есть русскоязычные евреи в общем то как-то все очень сбалансировано в этой отрасли конечно не обходится без курсов повышения квалификации это очень очень интересные сессии приходится обладать или улучшить какой-то какую-то технику узнать что-то новое о новом продукте потому что индустрия красоты это очень быстро растущая отрасль и нужно просто успевать ловить на листу то что нам предлагают разные вещи и попробовать их и действительно увидеть результат поэтому я стараюсь идти в ногу с этим самый вот такой напряженное время когда мне выдался курс повышение квалификации неделю после родов милы и я помню что у меня было тащить с собой мужа я не успевала сцедить молоко твоего молока я не знала сколько выпивает младенец сколько можно цедить чтобы не было проблем потом в общем море ждал меня с младенцем снаружи и понятное дело что недельный ребенок он кричит и беспокоится в общем все люди помогали ему нянчиться пока я была на курсах это было очень напряженно но она стоила много пишу конкретно чем я занимаюсь потому что если честно вся моя работа сконцентрирована на уколах на определенных продуктах поэтому то чем я работаю выглядит вот заключено вот в такие коробочки и расскажу о некоторых продуктах которые очень хорошо идут а которые дают классные результаты которых я просто просто балдею самая первая процедура которая очень востребована это улучшение состояния мешков под глазами то есть если у кого-то есть впадины или у кого-то неровности под глазами мешки разные мелкие морщинки темные круги помогают такие вот специальные филлеры мне две компании они примерно очень хорошие очень качественные мне нравится результат мне нравится что не бывает осложнений при них они очень хорошо сидят и сохраняют результат подолга есть несколько техник как их используют раз это шприц то вам кажется что непременно нужно использовать укол но я не очень люблю пользоваться уколами потому что во первых это довольно деликатная область и опасная область потому что укол он режет ткань пропадает и и мне больше нравятся гуманные методы что-то больше более деликатное поэтому для инъекции под глазами я использую специальную конюлю которая закрыта она выглядит как гибкая трубочка которая не прободает сосуды капилляры и мышцы поэтому не вызывает болевого синдрома она просто огибает все анатомические структуры и позволяет распространить этот продукт филлер под глазом очень деликатно поэтому это казалось бы такая опасная область у меня очень деликатно лечится другая вещь которую я очень люблю это делать филлеры и восполнять объем потерянный например когда происходит опущение щеки морщины носогубные восполнить объем и улучшить контур лица я использую более плотный субстрат который тоже путем канюли инъекции восполняют я восполняю объем анатомический по контуру кости и придает лицу более четкий контур другая другой классный укол и серия серия уколов которые называются скин бустеры и по большому счету никому из вас ни о чем это не будет говорить но это я описываю своим пациентам клиентам как укол перед каким-то событием например если придет свадьба или какое-то важное событие которое нужно срочно улучшить состояние кожи чтобы кожа была мягкая чтобы например макияж лег очень гладко то вот такие вот инъекции именно гиалуроновой кислоты в толщу эпидермиса позволяют добиться естественной влажности кожи она становится ярче розовее мягче разглаживаются мерки мелкие морщины и мелкие пигментации уходят поэтому такие вот витаминчики в шприце мне очень 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 нравится ну конечно же они обходятся без инъекции филлеров гиалуроновой кислоты в губы чтобы изменить контур добавить контур добавить объем и предотвратить разные возрастные изменения тоже путем инъекции тоже деликатные деликатные филлеры я использую очень много компаний есть те которые на слуху у людей есть те которые менее знакомые однако их всегда объединяет одно для меня очень важно что это безопасный зарегистрированный препарат у которого очень много лицензий на то что он существовал в израиле безопасность его конечно же результат который будет действовать и эффект эффект и проще простота в использовании так и самая самая важная серия препаратов которые наверное я очень люблю и уважаю это жиросжигатели это тоже путем инъекций препарат вводится в двойной подбородок например или в называется складки бульдожка у возрастных женщин тем которым просто мешают эти нависшие подушки жировой ткани от них очень легко избавиться тем и таких инъекций которые очень безопасны и хороший результат дают и мне очень очень нравится видеть эффект от них конечно же есть очень много других инъекций много разных техник которыми я могу улучшать внешний вид людей поэтому это очень очень классная классная деятельность понятно как и в любой работе есть свои нюансы и свои трудности и ответственность которая казалось бы всего лишь инъекции но раз мы сработаем с лицом а лицо красота и все что визуализируется это очень опасная деятельность потому что что-то пойдет не так и человек будет обезображен поэтому ответственность лежит лежит колоссальная мы знаем лицо это очень васкулиризированная часть тела поэтому знание анатомии здесь просто святое где проходят какие артерии где в какую область сколько доза препарата должна вводиться поэтому это очень ответственная работа и выбирать врача нужно для таких процедур очень ответственно конечно моя работа контролируется министерством здравоохранения израиля и никто так просто не может открыть свою клинику не имея лицензии врача поэтому понятное дело у меня она есть плюс много курсов повышения квалификации и разных техник большая ответственность лежит на казалось бы таком маленьком кабинете поэтому мне нравится мне нравится пуша я получаю огромное удовольствие это все равно что фотошоп наяву ты людям делаешь красиво и они уходят счастливы в этом главный кайф этой работы просто что я работаю рядом с домом я могу просто контролировать свое время и проводить время с семьей и все равно по утрам быть и готовить завтраки поэтому в этом плане мне намного спокойнее у меня есть возможность быть дома быть с детьми продолжать кормление грудью потому что младенец не так далеко от меня этот кабинет мне дает возможность иметь спокойное спокойную деятельность и в то же время быть в семье поэтому имея свое дело и свое ремесло которое так этим дорожу и так это люблю позволяет мне быть с детьми доходить ресурс из головы уходить в работу когда нужно конечно я жизнь никому не спасая однако делаю ее прекраснее просили вы давно уже поговорить немного об этой части моей жизни поэтому открываю вам свои секреты свое ремесло кста так мое время стекло последний клиент ушел я пожалуй поеду домой мне надо готовить обед а вам огромное спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал до новых видео и всем пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok